Я приветствую тебя, мой дорогой друг, меня зовут Ростислав, и сегодня я тебе предлагаю посмотреть интереснейшую игру топового игрока Крита, который на данный момент выступает за команду ЕГЭ, и более или менее успешно, я бы сказал, более чем успешно. Кстати, сейчас он играет на своем сигнатурном персонаже Тинни, и разумеется, под такие вот блики какой-то таинственной воды, будем сейчас смотреть, удастся ли ему отжать у Бэйна руну, хотя у Бэйна есть сон, поэтому, мне кажется, мало шансов у товарища Тинни, хотя посмотрим, что из этого получится. Одна секунда, но Бэйн оказывается промах, по сравнению с нашим героем, хотя, да, Бэйн прокачал брейнсап, и это была его ошибкой, иначе он мог бы при спокойности забрать хотя бы одну руну, конечно, другую ему не дал бы абсолютно никаких шансов, товарищ Бэтрайдер, который на каком-то очень интересном и безобразном скате тут плавает или летает, тем не менее, если бы Бэйн вкачал сон, он бы спокойно забрал рунку, но этого не случилось, поэтому, прежде чем мы начнем описывать экшен, который здесь будет происходить, а он будет происходить, я тебе это просто обещаю, я тебе предлагаю, мой друг Бартер, ты мне подписочку, лайк, колокольчик и, разумеется, комментарий, а я же тебе за это будем, вернее, сотрудничать в таком ключе, а я тебе годный контент и как можно чаще, и он с каждым разом все будет лучше и лучше, я тебе это обещаю. Ну что ж, поехали, я надеюсь, ты уже выполнил их прямо сейчас, поставь на паузу и сделай это, ведь я свою же часть выполнил, так что дело за тобой. Так, ну и здесь мы наблюдаем очень спокойный лайн для нашего товарища, потому как, ну, мягко говоря, вот спирит, ну, не особо такой серьезный противник для нашего героя, он может преспокойно себе его самостоятельно отгонять, учитывая то, что у Тини очень хороший урон с руки, плюс у него есть тосик, благодаря которому он может его закинуть туда, куда не нужно войд спириту, и где его жизнь, по сути, и закончится. Кстати, таким незамысловатым образом, отгоняя товарища войд спирита, наш герой еще не дает ему получать экспириенс, что является очень правильным, так как войд спирит с получением уровня становится крайне-крайне опасным, я бы сказал, слишком опасным, нежели это нужно нашим героям, поэтому, хотя даже, несмотря на то, что войд спирит находится на неплохом таком расстоянии от крипов, тем не менее, да ладно, я уж думал этого не произойдет, почему-то все отлично, отлично, так, Бэйна сейчас по идее должны съесть, да, еще добавляется в копилочку фраг для нашего героя, ну, это неудивительно, хотя, погоди, что у нас за кор, у нас здесь кор спектра, есть, безусловно, есть шансы у спектры против террор-блейда, это будет непросто, непросто, я так сказал, но шансы есть, безусловно, шансы есть, потому как вполне себе спектра собирают манту, и сейчас, хотя, может быть, очень интересный, приехал, походу, шэдоу-демон, да, тос отличный, и сейчас даггер от спектры залетает, и, может быть, сейчас удастся, да, да, прекрасно удается забрать товарища шэдоу-демона, но, к сожалению, достается фраг варлоку, с другой стороны, ничего страшного, ведь крит у нас отыгрывает роль четверки, насколько я понимаю, да, и это именно так, и так, тем временем, у нас приходят транквильчики, если бы еще и это были арканы, если бы у них какое-то было, знаешь, я не знаю, или аркан ринг найти, например, потому что с маной у тени все крайне-крайне плохо, а кларетчика очень долго восстанавливает ману, пусть у тени и уж не столь велик монопул, но все же, все же, так, кстати, дальше будет у нас Magic Wand, и, как бы, почему бы и нет, почему бы и нет, стики нужно апнуть, так, сейчас приезжает в не очень хорошую ситуацию варлок, и, скорее всего, это последнее, что он сделает в данной игре, сюда, да, кстати, сейчас очень опасно заходит теник, и, может быть, даже удастся убить моментально бэйна, ага, сразу в сон, тос и минус, отлично, даблкил для нашего героя, вернее, уже второй фраг на этой карте. Так, что мы видим дальше? Кларетчика одна ушла в небытие, буквально, ну, восстановила манны на два с пыла, и, опять-таки, все закончилось, так. Угу, прилетает нам кларетчика, замечательно. Тем временем, ага, и стик. Прекрасно, жаль, что у него, конечно, ноль зарядов, но, что ж поделаешь. И продолжает Крит искать себе жертву, так как манны у него, ну, нет, манны маловато, чтобы искать еще жертву, но, хотя, подожди, подожди, все, может быть, очень опасно. Неплохо. Неплохой станчик залетает, но, скорее всего, здесь заканчивается Шторм Спирит. Да, подожди, он что, выживет? Немножко, немножко не успел. Если бы забрался на хэйграунд, был бы шанс выжить. И, видимо, Шторм Спирит этого очень хорошо понимал. И сейчас, кстати, существует вероятность того, что Тинник может забрать и дабл дэмэдж, ведь у него есть тю... стики, на всякий случай можно было бы заюзать Аваланч. И, благодаря... Не понял. А, ну да. И благодаря нему безнаказанно забрать руку. Плюс у Бэйна не так уж... А, нет, Бэйн фуллмана. Нормально, нормально парень живет. Так, прожимается нашим героем Смоки. Сейчас будет... Да. Ничего не будет. Появляется Бэйн. Сбивает нам проклятый Бэйн. Клареточку. Так, Брэйнсап. И сейчас может, кстати, приехать, товарищ Бэйн. Три, два, один. Успевает. Все-таки успевает. Сшедовать демон. И уже ничему не поделаешь. Необходимо отступать. Так, прожимается сон. И сейчас может быть крайне-крайне опасная ситуация для Варлока. Нужный хил. Хил отличный. И что будет дальше? Нет, хила не было. Подожди. Хила же не было. Дружище, как же ты так? Я думал, ты будешь подхиливать товарища Тинни. Ведь Братуленчик очень вынуждался в этом. Ну, наш герой прокачивает второй его ланч. И не особо больше надеется на союзников. Честно говоря, я думал, Варлокт заюзает хил на него. Ведь какой смысл было вешать спелл на Бэйна. Ведь его бы он не убивал точно. Ну, не знаю. Не знаю. Мне кажется, может быть, это был и мисклик. Может быть и такое. На пятки, что случилось, то уже случилось. Так, сейчас бы хорошо было бы загонгать товарища Пака. Кстати, подожди. Love Yours. Это, по-моему, известный очень парень. Хороший, хороший. Сейчас бы... Сейчас бы... Тосик, а Тосика нет. И плюс заюзана... Да. Плюс заюзана темат от Пака. И сейчас стоит отступать. Иначе будут проблемы очень большие. Так, да все-таки... Что ж так... Подожди, может Love Yours это Сумаил? Если я не ошибаюсь. Это может быть Сумаил, да? Вполне себе. А кто у нас Love Yours? Love Yours у нас Пак. А не туда Линп. Это из The Lions, товарищи. В целом, неплохо. Хорошие такие парни попались. Из Экстремума. Стримеры. Так, ребята, серьезные. Но сейчас нужно быть крайне осмотрительным. Потому что, как Бэйн... Вот. Сейчас Варлок поступает абсолютно правильно. Решение принимает. Подхилить нашего героя. Бэйн был неподалеку. И было очень-очень опасно. Сейчас, может быть, будет залет какой-либо на товарища Пака. Хорошая привязка. Это, скорее всего, будет... Не будет. На последних единицах ХП выжил Пак. Умудрился нажать... Все-таки, ну, скажем так, Блинк. И... Спетлял. Спетлял от верной смерти. Сейчас бы забрать Бэйна. А Бэйна сейчас можно очень даже спокойно забрать. Слушай, сейчас будет Аваланч. Просматривает, где же может быть товарищ Бэйн. И, скорее всего, будет ли сейчас что-либо интересное. Нет, не будет. Бэйн уже перегонит. Я думал. Я, честно говоря, уже только хотел сказать, что необходимо Аваланч запустить в деревья. А он... Нет. Все-таки он уже успел сбежать. Кстати, сей убийств для нашего героя. Прекрасно. 7-2 счет на седьмой минуте. И 2000 преимущества по золоту. Мне кажется, это серьезно. Это серьезно. Плюс к этому Спектрая... Нормально, нормально. Так получилось. Плюс к этому Спектрая занимает не последнюю позицию по Нетворсу. Меня очень радует тот факт, что она еще и обгоняет Террор Блейдов. Как бы, почему бы и нет. И есть Лассо у товарища Бэтрайдера. Но стоит ли его юзать на Шедо Демона, я думаю, не стоит. Поэтому необходимо подождать хотя бы Пака. Вообще, Пака, наверное, было бы здесь убить наиболее правильно. Ведь он пока ни разу, если я не ошибаюсь, не умер. Хотя подожди, хотя подожди. Все, потом, потом посмотрим. Так, изгнание нашего героя из... Да, на его драки. И сейчас было бы круто, если все-таки поймали бы Элит Террор Блейда или Пака. А вот это обидно. Вот это вот очень обидно. Хотя подожди, вроде бы хватает на Раскаст хороший. Причем есть 13 тиков. И поэтому все очень даже неплохо будет. Сейчас будет ли продолжать Пак свое грязное дело, наверное, нет, не будет. Ну, следовательно, ну и ладно. Ну и ладно, иначе мы могли бы его за это наказать. Далее, что мы видим. Сейчас бы было еще круто поймать Бойт Спирита, но ловить нечем. Ловить-то нечем. Вот теперь достаточно-таки живучий парень с множеством эскейпов. А у нас как бы не особо. Не особо есть чем догонять. Да, есть Даггер, но что ты с ним поделаешь? Что ты будешь делать дальше? Так, появляется товарищ Бэйн. Он пытается сигнализировать наш герой, что, дружище, подойди. Ну, помоги же своему брату Ленечку. Ну, помоги. Давай ему надерем задницу. Ну, минут будет. Варлок, очевидно. Он же его никуда не отпустит. Подожди, он что, выживет? Ты серьезно? Он выживет. Нормально. Ну, погремели. Да. Полностью согласен. Слушай, это может быть очень интересно. Да ладно, как так можно? Подожди, сейчас, сейчас, сейчас должно быть... Ой, да ладно, снова безмолвие. Так, хорошие подцепили товарища. Прожимается ультимат от спектры. Умирает. Сгорает пак. Продолжает спектра летать на своем хантере. Это будет минус Бэйн. Бэйн сам прожимается. Сейв от шедоу демона. Умирает тем самым все-таки Бэйн. И продолжается нарезка фрагов. Хороший тост по... Кто это был? По Витспириту, но все-таки умирает. Умирает товарищ Шторм. И сейчас очень опасно и очень важно сейчас отступить. И как можно дальше, как можно раньше. Ведь силы уже кончились. Плюс еще опять отрубился шедоу демон. Возвращается пак в драку. Если ему удастся, он может вернуться и забрать спектру. Но если удастся, опять-таки так. Все-таки перевязали спектру. Мне кажется, ее не должны убить. Нужно как-то отзонить терраблейда. Нужно как-то отзонить терраблейда. Прожимается тост. Прожим... Да ладно, нифига себе урона. Должен умереть еще и товарищ Войтспирит, да? Его не отпустят. Его не отпустят. Три Напалма никуда не отпустят. Товарищ должен умереть. Умирает, да. Превосходство для нашего героя Бэтрайдера. И для нашего друга Бэтрайдера. И для него уже превосходство наш герой. Тем временем. Я не ожидал такого количества ворона Тинни. Это вообще страшная машина для убийств. Товарищ Крит. Я вам так скажу. Временем пак у нас с дэбл дэмэджем. Так что не нужно сущудить с этим маленьким миленьким дракончиком. Он представляет смертельную опасность. Как ты меня достал. Все хорошо. Итак, вернулся наш товарищ. И что мы видим далее? Далее у нас должна спушиться Т1 вышка без каких-либо проблем. Кстати, сейчас если удастся выйти на Войтспирит. А на него удастся выйти. Будет ли залет от... Ой-ой-ой, это шторма. Шторма. Должен быть. Ну, дружище, ну давай, сделай это. Ой-ой-ой, ну все же, спалить всю контуру. Ой, что я не опасно? Сейчас будет скорее всего ремнант от Войтспирита. Нет, прожимается ультимейт. Хорош, хороший ультимейт от Варлока. Очень хорошее обезмолвливание. Провокация от Войтспирита. И мне кажется, этим всем и не кончится. Так, сейчас, по-моему, понимает наш герой, где находится. Разумеется, понимает. Он как раз на Вардике. И под тосом. Ну и сейчас, да ладно, нифига себе. Должны убивать, должны убивать. Ну, ну убей, ну убей же его, убей. Я тебя прошу, хорош. Мегаубийцы для Бэтрайдера. Для этого страшного-страшного скота. Потому что что-то у него с глазами. Ну, очевидно, что с глазами так появляется товарищ Бэйн. И сейчас может умереть. Не, да. Хоро... И что такое было? Куда он пропал? Ну, мегаубийцы для нашего героя. Но куда пропал Бэйн? Напиши в комментариях, как так получилось. Неужели пропала анимация скилла шедевого демона? Или его изгнали окончательно, скажем так. Ой, как не хватает сейчас блинка. Сейчас бы просто... Хотя, подожди, сейчас можно прожимать аваланч. Но далеко Штром Спирит нечем продолжать драку. В целом, неплохо. Неплохо сейчас стоит Тинник. Позиция у него хорошая. Но, опять-таки, если есть поддержка союзников. Но поддержки нет. Поэтому необходимо быть крайне-крайне осторожным. Сейчас может быть очень опасно. Да. Очередной блинк и эскейп из драки. Хороший хант. Все равно это будет, конечно, для Терраблейда. Будет ли Сандер? Сандера не будет. Ну, а наш герой продолжает потихонечку, по копеечку. По копеечке фармить на блинк даггер. Потому что с блинк даггером здесь вообще делать нечего в команде противников. Если у Тинника появится блинк. Кстати, к слову о сетапах. Честно говоря, мне больше нравится сетап рейдинг. Просто за счет того, что он стабильно хороший. Здесь, правда, не хватает одного тонкого, скажем так, одной тонкой детали. У них нет толком танка. Здесь, вроде бы, есть Тинник, который может отыгрывать эту роль в перспективе. Но это не сразу. Это сразу хороший валанч по Бэйну. То есть, не дали заслипать. Ну, на этом и все. Да, на этом именно все. Потому что дальше никто драться не хочет. А Терраблейд продолжает фармить. Что нам, конечно, не с руки. Но, с другой стороны, у него нет даже 4000. В то время как у Спектры почти 6. Нас-то не может не радовать. Ну, что ж. Ну, а если я скажу, что у команды Радиант нет особо танка. Но, вроде как, урон есть кому наносить. То сказать, что у товарищей из команды Дайер нет танка, это ничего не сказать. Потому что, даже в перспективе Терраблейд, это далеко не танкующий персонаж. А, фактически, больше никого и нет. То есть, да, есть сейвы, да, есть все. Ну, то есть, фактически, можно как-то играть. Но будет ли это работать? Будет ли это работать? У меня вопросов много. Этим ребятам сейчас будет восьмой уровень уже. А восьмой уровень значит, что наши главные атакующие сплы поркачаны на полную. Так, сейчас же, что у нас намечается, какой-то экшен. Но нет, нет, экшен как намечался, так и пропал. Там как Бэтрайдер, хотя, подождите, у Бэтрайдера все, в принципе, очень хорошо. Он даже обогоняет Спектру круто. Хороший очень Бэтрайдер, мне понравился в целом. Почему Бэй нет? Сейчас все сгорят. Должны сгореть. Да. Очень хороший позит по натуре занимает товарищ Бэтрайдер. Поймал Бэйн в ультимейт Варлока. Мне кажется, это ошибка. Варлок может выжить. Варлок будет жить и живи, дружи, чем нет. К сожалению, жить все-таки его закончилось. Появляется шадоу-демон и сейвит своего друга на Гладиатора с сыром. Так, кстати, подожди, есть лассо. Отлично, отлично. Хорошее, хорошее лассо. И, скорее всего, сейчас будет смерть для Бэйна. Смерть Бэйну, не прожимая свой дополнительный брейнсап. Да, конец, все. Шансы выжить равны нулю. А где наш герой? Где наш герой? Где наш герой, скорее всего, подфармливает. Правильно я понимаю? Ах ты проклятая. Лим, мапа. Взял с коммуниздил у нас рунку. А мы так хотели. А ведь она была нашей. Ведь она была нашей. Так, девятый уровень для нашего героя. Прекрасно, прекрасно. Прожимается, вернее, прокатит свой ультимейт. И, да. Фарм продолжается. Плюс есть, я так понимаю, в загашнике. Блинкдагер нашего героя. Так, подожди, а где он вообще по англорусу? Четыре тысячи всего лишь. Хорошая. Хорошая река по цвету. Нормальная. Интересно, интересно. То есть, ты хочешь сказать, что... Что Торблэйда десятый, а у тени девятый. Нормально. Нормально теник фармит. Я бы сказал, прекрасно. Так, возвращаемся к нашим героям. С Блинкдаггером это фактически потенциальная машина для убийств. Да. В общем, кого бы они не нашли, может быть, только Войт Спирит сможет выжить. Э, нет, Войт Спирит не сможет. Может выжить. Пак. Но, опять-таки, удастся ли это ему? Кстати, сейчас... Хороший тос. Обалдеть, ты это видел? Я в шоке. Без каких-либо шансов он был фулл хп. Фловый был Торблэйд. И сейчас еще и будет смерть для Шидоу Демона. И, скорее всего, сейчас будет еще на Хан. Но, хоть и хороший тос для товарища Бэйна. Валанч работает. Брэн Сап поражат. Но это не спасет тебя, дружище. Прощай. Да, без каких-либо проблем Бэйн заканчивается. Это к 17-й минуте. 21-5 счет. 9000 преимущества по золоту. Это, мне кажется, уже пахнет жареным. Потому как сказать, что шансов нет у товарищей из команды Дайр. Это неправильно. Это... А, подожди. Найс Керри Спирит. А, ну да, круто. Нормально. Так, прожимается безмолвие. О, ты на Пака. И хорошо. Хорошо набивает превосходство. Набирает наш Пипен. Я думаю, ты помнишь, мой дорогой друг? Так, если ты смотрел, разумеется, трилогию Властелин колец. Там, где был Пипен. По-моему, круто очень. Ну, напиши в комментариях, если смотрел, и как тебе оно зашло, ли. Ну, наш герой, тем временем, будет покупать яульчик, правильно? Потому что контроля очень не хватает, скажем так, такого, который быстро перезаряжается. И тем самым Аваланч сейчас спасает жизнь нашему герою. Потому что слишком много было противников, а его было слишком мало. Мягко говоря. Так, появляется у нас Бэтрайдер. Хороший ультимейт от Варлока. Провокация на Бэтрайдера. Сейчас, скорее всего, будет смерть для этой проклятой летучей мыши. Прожимается... О, боже мой, ультимейт от Пака. И, скорее всего, заканчиваются все товарищи. Ну, да, и серио-биз для Спектры. Очень сильно не хватает сейчас Райдика. И... Да. Даблкилл, это было фатально... Э, че, финальное роковое бревнышко, которое залетает прямо в цель. Сейчас было бы прекрасно забрать еще и товарища Пака. Хороший Аваланч работает, никуда не девается. Сейчас, может быть, удастся уйти. Все-таки покойно. Но нет, не удается. Привосход за набирать... Э, Ньюми. По крайней мере, так и так его ник. Так его сейчас зовут. Или же Спектра. 12 тысяч преимущество. 27.7. Хорошо. Хорошее начало, которое близит... Приближает конец как нельзя быстрее. Тем не менее, прилетает Бенни. Понятно, правда, зачем. Ведь ничего он толком не сделает. Разве что сможет умереть. Ну, с другой стороны, нашему герою это-то... И нужно так попадать не туда, куда нужно, товарищ Шедоу-демон. Да, он решил, он думал, что все будет в порядке. А на самом-то деле ему будет смерть. В общем, без каких-либо проблем. Водстоун залетает. Правильно, это Водстоун называется? Да, естественно, я не мог не ошибиться. Ну и умирает, к сожалению, еще и курьер Варлока. И, скорее всего, умрет и сам Варлок. Да, именно так, еще и снова-таки... О, нет, курьерчик, я понял, я понял. Это был все-таки Варлок-курьер. Я думал, это снова подрезали в Варл... Курьера Тинни. Так, очень хорошая рунка сейчас залетает. И, наверное, сейчас... Хочет-хочет отдать ее Шторму. Будет ли хорошее лассо от Бэтрайдера? И, наверное, сейчас никуда уже не отпустят Бэйна. Да, это должна быть смерть. Без каких-либо проблем умирает. Бэйна и отправляются подумать, что мы поведеем. Стоит ли расхаживать одна в одиночку в такой-то ситуации? Хотя 14 тысяч преимущественно к 20-й минуте... Мне кажется, это очень сильно. Попадает у нас Террор Блейд. И, наверное, он получает премию за самого невозмутимого фармилу... Этого дня. Потому как более невозмутимого фармива в данной ситуации... Мне кажется, критической, я думаю, нельзя. Потому что он видит, что дело дрянь. И все равно он на нее уходит и продолжает фармить Крипчиков. Ну, может быть, это правильно. Он понимал, что никуда не уйдет. А тем временем, как превосход для нашего героя... И даблкил для Пиппина. Слушай, я буду так его называть. Потому что что-то как-то Шторм слишком обыденно, что ли. Вот Пиппин. Это дело. Так, далее, далее, что мы видим? Ничего не видим. Пачка Крипов закончилась, как так и нужно. Кстати, сейчас можно вполне себе идти фармить. Будет сейчас... Прикуплен. И тем самым... Можно еще что-нибудь собирать. Наверное, даже не успеет. Мне кажется, игра закончится раньше. Это брендсап заюзан. Может быть, кстати, сейчас и удастся уйти Бену, если он правильно распорядится своими спалами. Так, все, отлично, отлично. Подожди. Ты понял, какую-нибудь хитрую штуку сделал? Серьезно, Бен, красавчик. Такие микромоменты, конечно, очень ценятся. Очень ценятся, залетают. Такое бревно. Представь, ты такой идешь себе спокойно, никому не трогай, тут летит бревно. Что за стаки у вас, Свен? Да, у них может быть и Свен, но... Это тот случай, когда саппорта вроде бы делает все правильно, а по другому нечуть получается. 40 акций. Боже мой. Страшное дело. Честно говоря, не понимаю, о чем идет речь, о чем говорит шедоу-демон. Но это ладно, это ладно, мы еще к этому вернемся, может быть. Кстати, сейчас было бы круто забрать Т2-вышку, вам никто не мешает, почему вы этим не занимаетесь? Так, смотрите, что делает Пак? Ничего не делает, сейчас могут забрать, в принципе, спектру. А что у нее есть? У нее... Ради... Прожимается ультимейт, выживает, пока живет, выживет! Она выживет! Она выживет! Вала до того момента, как не поражался спелл от товарища шедоу-демона, но тем временем умирает и Alliance Limb. На этом все закончилось для него, да, ну, наверное, и для его команды, потому что 21000 преимущество. Хотя убить спектру это было, конечно, сильно. Это было сильно. Тем временем такая спектра мне очень нравится, плюс до монты осталось раз-два я пчелся. Да, остался только ультимейт... 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 Ультимейт Орб, и на этом все. А где наш герой? Наш герой... Все-таки старается подсказать союзникам, что необходимо пушить. Ребятки, мы можем пушить, мы сильны, мы как никогда сильны. 37-9 счет, ну, о чем можно говорить вообще? Так, ну и тем самым сейчас просто Аваланчем подфармливает пачку, проталкивает дальше крипчиков и продолжает фармить. Продолжает фармить. Кстати, сейчас будет круто, если удастся забрать сразу две стороны и... Слушай, это может быть интересно. Нет, но Бейн все-таки прячется в укромное местечко. Ошибочка огромная, огромнейшая ошибка от Бейна. Непонятно, что он рассчитывал и превосходит богов на крит, вернее, продолжает превосходить богов. Непонятно, что он рассчитывал, да, было бы круто, если бы он умудрился забрать Варлока, но опять-таки, что бы это ему дало? Ведь в этой... в этой драке уже все предрешено. Скажем так. Так, и сейчас, по идее, должна закончиться Т3 вышка и упасть Бараки. Очень хорошие весомые тычки прилетают по Таверу от товарища Скалы. Да, такой и весь Дуэйн Джонсон. Дуэйн Тинни Джонсон. И тем самым Бараки падают и ребята, по-моему, не планируют. Да, абсолютно не планируют. То есть Трэблэйд улетел сюда. Да и к тому же, наверное, да, ему абсолютно нечем ответить. Ведь все настолько плохо. Плюс по сетапу они очень сильно проседают. Если здесь хоть как-то можно играть. Вернее, можно играть вполне себе, если Тинни еще собрался в жир. То есть, да, или, в принципе, в кастера. То есть, нормально собрался бы, то Тинни может вполне себе быть танком. Ну, а так. Да, ребята понимают, что дело дрянь. И все. Вернее, дрянь для противников. Они могут спокойно купить себе хаммеры. И прекрасно разобрать трон. Так, ну и тем самым показывая, что никаких шансов для своих противников они не оставляют. Очень хорошее лассо было, но, к сожалению, противники уже не играют. Лишь видят, что дело дрянь. И горит таверна. Ну что ж, в этой игру. Я думаю, тебе, как и мне, понравился данный реплейчик. И, по-моему, здесь Крит доказал, что он не зря занимает, подожди, 46-й позицию в рейтинге. На Тинни он отыграл прекрасно, великолепно. Хоть и не без помощи Бэтрайбера, который нереально фармил. Ну и, разумеется, не без помощи Шторма, который очень рано вывез себе Блудстоун. Тем самым... И орчит. И тем самым поставил Крест на паке. Кстати, здесь были ребята, по-моему, немножко посильнее. То есть, 7-й, 81-й. Да. Ну, в целом, был паритет. По рейтингам. То есть, на пик или здесь вообще непонятно что. То есть, ничего, что может хотя бы впитывать урон. Абсолютно ничего. Все тонкое. Все какое-то, я не знаю. Ну да, эскейпы есть. Да, хорошо, круто. Да, есть контроль. Ну а что дальше с этим делать? Вы придумали? Думаю, пока нет. Ну что ж, я благодарю тебя за просмотр. Я надеюсь, ты выполнил уже условия нашего договора. А ведь я свои уже выполнил. Так что дело за тобой, мой друг. Подписывайся на канал. Ставь лайки. Жми мне лайкусик. И, разумеется, нажимай на колокольчик. И оставляй свой комментарий. Мне очень важна обратная связь. Ведь именно это. Меня мотивирует делать видосики качественнее. И гораздо, гораздо чаще. А я с тобой прощаюсь. До скорых встреч в новых видео. Продолжение следует.